Железнорудный концентрат, коксы и известь. Перед тем, как получить чугун, все эти компоненты проходят агломерацию. В буквальном смысле из порошка путем спекания получают железорудное сырье. От такого производства пыль во все стороны. Очистку воздуха берут на себя два независимых электрофильтра. Представители хоть и не новой технологии, но достаточно современной, уверяют специалисты. Несмотря на то, что сейчас еще основные режимы отрабатываются, но показатели выбросов уже в пять раз меньше, чем при старых электрофильтрах. Два новых фильтра обошлись руководству комбината в 1 миллиард 200 тысяч рублей. Срок службы рассчитан почти на полвека. Пока техника работает в тестовом режиме, за достижением гарантийных показателей в диспетчерской следит специалист полигазоулавливающих установок Марина Литаврина. Новой установкой она очень довольна. Гораздо удобнее стал работать, чище, гораздо интереснее стал работать, потому как это все связано с компьютерными программами. Много нового познаем для себя. Еще один новый объект – система биохимической очистки сточных вод. Восемь емкостей полностью герметичны и установлены над землей. Такая технология в коксохимическом производстве, по мнению специалистов, должна в 20 раз снизить выброс вредных веществ. О том, какие еще разработки необходимы на территории металлургического гиганта для улучшения экологии, говорили на пресс-конференции. Пыль задерживается на наружной стороне фильтра. То есть, по сути, это аналог бытового пылесоса. Большие планы, существенные инвестиции. И самая главная цель – оправдывает средства. Известный факт, что металлургическое производство никогда не будет стерильным, здесь не пытаются скрыть. Вредные выбросы еще поступают в воздух, но уже в меньшем количестве, чем пару лет назад. Елена Логинова, Дмитрий Кузнецов. Липецкое время.